Внимание всем частым летунам! Навострите уши и слушайте! 8 советов от бортпроводников, как выжить в авиакатастрофе. Самолет является самым безопасным видом транспорта в мире. Шансы попасть в авиакатастрофу составляют примерно 1 к 11 миллионам. Это означает, что на каждые 2 миллиона удачных рейсов приходится лишь одна серьезная авария. В любом случае у вас есть шанс выжить в крушении, если следовать некоторым важным правилам. Например, старайтесь вообще не летать. Это была шутка. Номер один. По возможности выбирайте большие самолеты. Не все авиакатастрофы смертельны. Иногда самолет может потерять высоту, соскользнуть с посадочной полосы или попасть в сильную турбулентность, без летальных последствий для пассажиров. А бывает, что обходится даже без ранений. А вот просыпанных чипсов в проходах точно прибавится. Национальный совет по безопасности перевозок в США изучил прошлые аварии на коммерческих авиалайнерах и подсчитал, что выживаемость в подобных ситуациях равна 95%. Если у вас есть выбор при покупке билетов, старайтесь действовать с умом. По данным компании Boeing, самыми надежными самолетами являются Boeing 717, семейство региональных лайнеров бомбардессии RJ-700, 900 и 1000, Aerobus A380, Boeing 787, Boeing 747-8, Aerobus A350 и Aerobus A340. Эти типы самолетов никогда не попадали в аварии со смертельным исходом. Все члены семейства Aerobus A320 и Boeing 737 также имеют безупречную репутацию. Авиакомпании, эксплуатирующие крупные самолеты, всегда следует очень строгим правилам безопасности. В то же время более мелкие авиалайнеры региональных перевозчиков отличаются повышенной аварийностью. Дело не только в самих машинах, но и в том, что их пилоты сильнее устают и обладают меньшим опытом. Номер 2. Выберите правильные посадочные места. Выбирая посадочное место на борту самолета, всегда помните о правиле пяти рядов. Ваши шансы на спасение очень повышаются, если вы сидите в ряду напротив выхода или в пределах пяти рядов от выхода. По словам профессора Эда Галлия из Гринвичского университета, в авиакатастрофах обычно выживают те, кто успел преодолеть расстояние в пять рядов при эвакуации. Чтобы прийти к этому выводу, он изучил 105 крушений и опросил более двух тысяч спасшихся пассажиров и членов экипажа. По тем же причинам следует выбирать место у прохода. В случае аварии вам понадобится меньше времени, чтобы покинуть самолет. Для тех, кто сидит у прохода, шансы избежать гибели в критической ситуации составляют 64%. Что касается тех, кто сидит у окна, здесь вероятность равна 58%. Все мы знаем про аварийные выходы в разных частях самолета. Так стоит ли занимать место поближе к одному из этих выходов? И если да, то к какому именно? Ответ таков. Сидеть надо как можно ближе к хвосту лайнера. Журнал Time проанализировал сведения из базы данных авиационных происшествий Федерального управления гражданской авиации США за последние 35 лет. Журналисты пришли к выводу, что уровень смертности в задней трети самолета составляет 32%, в средней его части 39%, а в передней трети 38%. Конечно, из любого правила есть исключения. Существуют примеры, когда люди находились на расстоянии 19 рядов от аварийного выхода, и все равно успевали покинуть самолет. В то же время были случаи, когда ближайший выход заклинивало, и пассажирам приходилось искать другие пути к спасению. Номер 3. Ваша одежда должна подходить для авиаперелетов Готовясь совершить авиаперелет, не одевайтесь по последней моде. Вместо этого ваш наряд должен помогать вам выжить в случае аварии. Вы уверены, что сможете экстренно покинуть самолет на высоких каблуках или в юбке-карандаше? Вот именно, я тоже так не думаю. Вместо этого наденьте удобные джинсы и спортивную обувь. В ситуации, когда лайнер совершает аварийную посадку с горящим двигателем, очень важно, чтобы ваша одежда была как можно более огнестойкой. В докладах авиационных экспертов говорится, что 68% смертей при крушении самолетов были результатом ожогов и отравления продуктами горения. Чтобы повысить свои шансы на спасение, носите вещи из 100% органического хлопка или шерсти. В отличие от синтетики, такие материалы не плавятся. Не забудьте взять с собой носовой платок. В случае задымления его можно намочить и использовать в качестве самодельной дыхательной маски. Ведь настоящая маска может оказаться недоступной. А еще ваша одежда должна быть с длинными рукавами. Это поможет защитить больший участок поверхности кожи. Номер 4. Изучите памятку выживания и слушайте инструкции стюардесс. Мда, у меня с этим проблемы. Скорее всего, те, кто часто летает, пренебрежительно махнут рукой, услышав об этом правиле. Если вы один из них, то у меня для вас новость. По данным официальных исследований, часто летающие пассажиры являются наименее информированными людьми на борту самолета. Разумеется, для вас не составит проблем застегнуть ремень безопасности. Но знаете ли вы, как надеть кислородную маску или надуть спасательный жилет? Не игнорируйте памятки выживания и всегда смотрите внимательно, когда члены экипажа указывают ближайшие аварийные выходы. Постарайтесь запомнить план эвакуации, поскольку в случае аварии у вас не будет времени искать кратчайший путь к спасению. Поставьте лайк, если во время следующего полета вы обещаете слушать инструкции экипажа. Вот и правильно, так держать! Номер 5. Помните о правиле «плюс 3, минус 8». Ох, снова математика! Статистика авиакатастроф показывает, что около 80% всех крушений происходит в течение первых трех минут после взлета и последних восьми минут перед посадкой. Поэтому крайне важно сохранять готовность и бдительность во время этих стадий полета. Не пейте алкоголь перед взлетом, спиртное сделает вас слишком расслабленным, и вы не сможете действовать адекватно в кризисной ситуации. Не засыпайте, пока лайнер не наберет высоту, и обязательно проснитесь перед посадкой. Убедитесь, что ваш ремень безопасности надежно пристегнут, и никогда не разувайтесь во время авиапутешествий. Кстати, лучше всего надеть кроссовки или другую обувь с плоской подошвой. Заранее продумайте и повторите план действий на случай катастрофы. Но не волнуйтесь понапрасну, и не пугайте других пассажиров разговорами о крушениях. Помните, ЧП на самолетах происходит крайне редко. Но если худшее все же случится, вы будете знать, что делать. Номер 6. Приготовьтесь к удару Когда самолет идет на аварийную посадку, члены экипажа говорят вам приготовиться к удару. Если у вас есть на это время, постарайтесь удалить все острые предметы из карманов. Отложите подальше ваши ключи, ручки и ручную кладь. Если все это окажется на полу, вам будет труднее выбраться из кресла при эвакуации. Затем проверьте, надежно ли пристегнут ремень безопасности. Он поможет минимизировать влияние силы тяжести. Если перед вами спинка кресла, скрестите на ней руки и упритесь в них лбом, чтобы защитить голову от травм. Если же перед вами нет кресла, на которое можно опереться, согнитесь как можно ниже, ухватите свои колени и положите на них голову. Оставайтесь в таком положении, пока самолет не остановится. Накройте голову руками для дополнительной защиты. Если у вас есть сомнения насчет того, какую позу следует принять, изучите памятку безопасности. Правильное положение тела при ударе может спасти вам жизнь. Номер 7. Будьте готовы покинуть самолет за 90 секунд. После того, как вы пережили аварийную посадку, самое время покинуть самолет. У вас будет всего 90 секунд на то, чтобы добраться до выхода, поэтому ни в коем случае не поддавайтесь колебаниям и панике. Следует отметить, что молодые и физически крепкие люди имеют больше шансов выжить на данном этапе. В случае пожара в салоне огонь распространяется невероятно быстро и пожирает все на своем пути. Так что ваша задача – выбраться наружу и отбежать на безопасное расстояние. Только после этого можно начинать радоваться своему спасению и обнимать всех вокруг. Согласно опросам, большинство людей недооценивают опасность возгораний и считают, что самолету потребуется около получаса, чтобы сгореть дотла. На самом деле у вас будет всего полторы минуты. Используйте их грамотно и соблюдайте правила безопасной эвакуации. Что и приводит нас к последнему пункту. Номер 8. Следуйте общим правилам безопасности при эвакуации. В случае аварийной посадки не паникуйте. Как только самолет приземлится или приводнится, расстегните ремень безопасности и быстро двигайтесь к выходу. Не толкаетесь и не пытайтесь никого обогнать на пути к люку. Помните, что на борту есть несколько выходов. Если центральный проход заблокирован, перелезайте через сиденья, откидывая назад их спинки. Не берите с собой ручную кладь. Держите руки свободными. Старайтесь не вдыхать дым, прикройте нос и рот одеждой. Пригнитесь или встаньте на четвереньки и пробирайтесь к выходу. Не открывайте аварийные люки, если прямо за ними снаружи видны огонь и дым. Выбравшись из самолета, бегите от него прочь как можно скорее, чтобы обезопасить себя от возможного взрыва. Ну и наконец, нельзя, чтобы страх перед полетами взял верх над здравым смыслом и помешал вам исследовать мир. Поверьте, самолеты становятся все более безопасными. Согласно проведенным изысканиям, даже в случае аварии 95,7% пассажиров остаются целыми и невредимыми. Нажмите на кнопку «Нравится» и поделитесь этим видео с друзьями, чтобы как можно больше людей получили доступ к этой важной информации. Не забудьте подписаться на наш канал и включить почтовые уведомления. Это поможет узнавать о новом контенте. Будьте с нами на Эдми!